В списке должников Кировского района жители сотен квартир. Задолженности за услуги ЖКХ у всех разные. От 10 до 150 тысяч рублей. В квартире на улице Старозагора проживают 5 человек. Долг копится с прошлого года. Уже достиг 70 тысяч. Хозяева объясняют временные трудности с финансами и недавно начатым ремонтом. А тут делись, знаете, вот за ремонт вроде и это надо, и это надо. И вот вроде как вот выплатим, выплатим, а потом бух и опять. Похожая ситуация в доме на Ставропольской. Здесь проживают три человека, в том числе двое детей. По словам хозяйки квартиры, работает одна. Муж временно живет в другом городе. Денег на оплату услуг ЖКХ не хватает. В итоге не платят уже более полутора лет. Сумма долга перевалила за 100 тысяч рублей. Был предъявлен добровольный срок, пятидневный, который должник, то есть свои обязательства не выполнила. Были применены принудительные меры, то бишь это составление актописиареста, имущества. В дальнейшем, если задолженность не будет погашена в полном объеме, имущество будет передано торгующей организации, то есть путем продажи публичных торгов. Опись имущества – крайние меры. В управляющей компании готовы идти на уступки. Жильцам, которые имеют задолженность перед управляющей компанией, необходимо обратиться в управляющую компанию в юридический отдел для предоставления рассрочки. Чтобы жильцам было легче в материальном плане погасить эту всю имеющую задолженность, поскольку задолженность бывает крупной. Эта управляющая компания обслуживает более тысячи домов Кировского района. За услуги ЖКХ не платят 260 жителей. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.